Собственно, город опустел, людей на улицах почти не видно. Мы сюда ехали, либо одни пустые здания. У людей заколочены окна уже, заколочены двери, все закрыто. А вы стреляли по скорой по медицине? Да, стреляли по скорой по медицине. И стреляли, когда я забирал раненых, машина полностью была отстреляна. Очередь отдавали, но так и не попали. Как сказали мальчики, наверное, не твой день сегодня умирать. Вот, ну, благословите Кирилла, как вы хотели бы бойцов благословить. Нет, Кирилл, взрослайся. Что вы делаете? Можете рассказать? Это благословление? Вот местные жители рассказывают, что упала мина буквально в 30 метрах. Подходить опасно. Снаряд попал в жилой дом. Мина, мина, мина. Вот снимайте, ребята. Откуда стреляют? Стреляют вот оттуда, вот здесь. С другой стороны моста. Да, это снаряды, это пушка Нона, это танк, русский танк, который стреляет, обстреливают мирных жителей. Бой происходит на другой стороне моста. Что, кому верить, мы не знаем. Идти голосовать, не голосовать, это я вам честно, как простой человек говорит. Страшно здесь? Не знаем мы. Вот там вот рядом стреляют, буквально в 200 метрах страшно. Так, вы знаете как, с утра было страшно. Я с перепугу в хате порядок навела, чтобы только отвлекаться от этих снарядов. Сейчас уже вроде привыкла, он даже бачит и на улице. Давали им шанс отойти по мирному, по честному, по хорошему. Ребята тянули время, готовили позиции. Мы просто из-за своей человечности пострадали. Потом была договоренность, мы делаем салют вверх, они уходят. Мы делаем салют, они ебанят по нам в упор. Ну и пошла жара. Есть 200. А сейчас до сих пор стреляют? Стреляют это на мосту, ребята держат, Лисичанские держат блокпост свой. Мы еле вышли с боем под минометным обстрелом, нас в лесу там зажали, окружили. А сколько раненых, сколько убили? Еще всех не посчитали, с нашей стороны трое точно. Все валят, все валят, вообще все валят. Что это такое? Ну, на нашем написано. Вот что курят, смотри. Сигареты таких не продают. Не продают. В Украине таких нет. Это сухпайок. Акциз? Это аптечка, это наемники. Это наемники, которые готовились на территории Прибалтики, на территории Польши. Понимаете? И остальных стран. Не мы к ним пришли, они к нам. Это вообще вся зарплата в долларах, я так понимаю. Да. И вопрос, кто начал войну? 35-40 тысяч. Наличкой, бо он просто не летит. Понимаете? Такое было под Славянском, когда две вертушки, одна упала в реку, одна еле-еле перетянула. Признался обо всем, понимаете? И сколько платят, и почему платят. И думайте, кто начал войну?